Радио Пикчерс В ролях Мария Успенская, Ли Бауман, Арстрид Элвин, Морис Москович Продюсер Лео Маккери Авторы сценария Делмер Дейвс, Дональд Огден Стюарт Композитор Рой Уэб Режиссер Лео Маккери Мишель Марне, французский спортсмен и плейбой, отплыл в Нью-Йорк на борту Наполи Зачем? Здесь его ждут Лоис Кларк и ее 20 миллионов Мужчины могут вздохнуть с облегчением По прибытии Мишель Марне выходит из игры На сей раз он женится Это снова я Дамы и господа Нам поступило срочное телеграфное сообщение Кстати, я веду репортаж из нашего лондонского бюро Как обычно Ходят слухи, что Мишель Марне сегодня отплывает в Америку Чтобы вступить в брак, наконец-то С дочерью одного из индустриальных магнатов Америки Мисс... Мисс Лоис Кларк Кто бы мог подумать? Какая печальная новость Вот, пожалуй, и все Всего доброго Синьор Марне? Нет Синьор Марне? Синьор Марне? Нет А он на борту? Синьор Марне? Синьор Марне? Синьор Марне? Синьор Марне? Синьор Марне? Мистер Марне, подпишите, пожалуйста, свою фотографию Напишите что-нибудь незабываемое Пожалуйста Что-нибудь игривое Спасибо Спасибо Это по-французски Вот здорово А что это значит? Вы очаровательны, но вы очень дурно воспитаны Прошу прощения Я говорю Я говорю, вы читаете мою телеграмму В самом деле? Откуда мне знать, что она ваше? Вы можете это доказать? Ну, я Мишель Марне Неужели тот самый? Да Но телеграмма очень личная О чем в ней говорится? Я помню прекрасную теплую ночь и грозу на озере Комо Где вы Да, это вы Да А та ночь Хорошо вам было? Спасибо Ола никогда не займет место бейсбола Спасибо Что опять потеряли? Послушайте У меня серьезные проблемы Я так и знала, что вы что-то натворили у озера Бедняжка Нет, мне нужно с кем-то поговорить Я вряд ли вам подойду, я много болтаю Я пытаюсь отучиться, но... Это у вас на лице Что? Вам ведь можно доверять? Пожалуй, да Идемте Но капитан собирался сделать какое-то объявление, надо послушать Пойдем в вашу каюту или в мою? В мою Может быть, моя ближе? Моя здесь Я не паританка, но мама учила меня не принимать приглашения малознакомых мужчин Ваша мама должна быть очень красивая женщина Как вас зовут? Терри Маккей Терри Маккей и я путешествую одна Я думала, вы расскажете, что вас беспокоит Да Великолепно Я рада, что вам нравится Вы спасли мне жизнь Я рыдал от скуки Я не видел на борту ни одной привлекательной женщины Представляете? Ни единой Я так не привык Жизнь должна бить ключом Бурлить и пениться, как розовое шампанское Я испугался Я спросил себя Неужели красавицы больше не путешествуют? А потом я увидел вас, и все встало на свои места Я спасен Спасибо Это ваши тирады часто приносят плоды Я бы не удивилась Если бы вы удивились, это удивило бы меня Это грязный прием Я тоже такие знаю, только не хочу пользоваться Конечно Правда Не сомневаюсь Пожалуй, воспользуюсь Как ваша невеста? Она простыла Какая жалость На озере Комо? Нет, там ее не было То есть, девушка с озера не ваша? Ее лучшая подруга Это не мое дело Да Корабль идет слишком быстро Осталось всего восемь дней Почему бы нам не превратить оставшийся путь в розовое шампанское? Неужели тот самый? Хороший Милый Где он сейчас? Навещает родителей Он иногда отправляет меня отдохнуть Видите ли, он еще и мой босс Он бы не одобрил розовое шампанское? Нет Что ж По-моему, это очень трогательно Вы очень красивая пара Мне это нравится Я рада Он, видимо, замечательный человек Представьте, насколько он привлекательен, если я могу устоять даже против вашего обаяния Да Мне лучше уйти Мне лучше уйти Я не знала вам в детстве мемуары Казановы Отнюдь Значит, вы сами Вы же о нем наслышаны Вы знали немало женщин, не правда ли? Видимо, немало не то слово По-моему, вы не очень уважительно к ним относитесь Но вы всегда очень откровенны в своих суждениях Прошу прощения Хотите, я зарезервирую для вас этот столик? Почему нет? Знаете Послушайте, давайте теперь поговорим о вас Нет, не сегодня Поговорим обо мне в другой раз Хорошо Сеньор Марне А еще одна? А ваше имя? Маккей Да-да-да Кстати, как называется то странное место, откуда вы родом? Канзас А дальше? Оттуда я поехала в Нью-Йорк и устроилась певицей в ночной клуб Пела до трех часов ночи Часов до четырех собиралась, а потом шла домой А однажды Туда зашел он О, да Он сказал, что там мне не место, что я должна Должна Я ничего не говорил Он сказал, что Вы должны расти над собой Да, я много училась Чтобы однажды стать милой и очаровательной женой Примерно так В этом есть что-то плохое? Нет, нет, нет Я тоже так подумала, но ничего не изменилось Больше рассказывать нечего Моя жизнь Это открытая книга Это всего одна страница Это единственная страница Прошу прощения Большое спасибо Заберите у него Хорошая у вас камера Да Позвольте взглянуть Нет, сеньор Ни одному из нас не нужно, чтобы нас с вами видели вместе И люди начнут болтать, не разобравшись Попрощаемся? В чем дело? Испугались? Вас? Нет Мы же, в конце концов, в одной лодке Время тянется медленно Гуляйте, грейтесь на солнышке А в дождь что прикажете делать? Нет, это нехорошо Понятно В особенности для вас Вы правы Те, кто рядом с вами попадают в газеты, а я этого не хочу Так что Нам лучше разойтись Помогите мне слезть, пожалуйста Забрался, а слезть не мог Умеешь? Конечно Молодец, не ожидал Вы тоже, парень не промах Да? Почему это? На корабле все о вас говорят И что они обо мне говорят? Не знаю, меня просят выйти, когда начинают говорить о вас Неужели? Осторожно Ты можешь так упасть Я так однажды сломала ногу Как она сейчас? Нормально Тогда на что вы жалуетесь? Я не жалуюсь, я просто подумала Что ты... Прости Налейте шампанского Да, сэр А где у вас сигареты? Вон там, сэр Шампанское розовое? Да Макал шампанское Да, мадам А у вас есть розовое шампанское? Да Макал шампанское розовое шампанское Я пересел за столик на одного Я тоже Очень жаль, мы так хорошо поужинали вчера вместе Что? Макал шампанское розовое шампанское Ничего не помогает На нас все смотрят Кошмар Что вы сказали? Я говорю, кошмар Я ухожу Нет, лучше уйду я Останьтесь Но почему? Не спорьте, я уйду сама Корабль зайдет в порт Санта-Мадейра На 4 часа Пассажиры должны вернуться на борт к 6 вечера Здравствуйте, на мне по пути Хочу навестить одну даму У вас и здесь есть дама Ошибаетесь, это моя бабушка Простите Ничего Она живет на холме Хотите с ней познакомиться? Да, буду очень рада Садитесь Боже, как красиво Божественно Не терпится с ней познакомиться Правда? Пойду поищу Жану? Жану? Там ее нет Смотрите Видимо, она в часовне Привет, старина Давно не виделись Какое необыкновенное место Здесь хочется говорить шепотом И полный покой Будто мы в другом мире В мире моей бабушки Расскажите мне о ней Мой дед был дипломатом Они объездили весь мир Здесь был его последний пост Тут он умер И она осталась, чтобы быть ближе к нему Он похоронен там, в другой часовне Думаю, она с нетерпением ждет того дня Когда сможет присоединиться к нему Мишель, мой... Моншери Мой дед был дипломатом Мой дед был дипломатом И я хочу сделать это И я хочу за счет Ты вас... Мое интересное? Да, я не уверен Я не уверен Я не уверен Лaisse-moi тебя Гарри Гарри Ты умерешь 10 лет В 10 лет И каждый раз Я верю Я больше женщин Как ты? Как ты? Позволь тебе представить Мисс Терри Маккей Она решила быть та девушка, на которой я женюсь Очень приятно Взаимно Извините, я сказала, что вы мне очень нравитесь Спасибо, я рада Если позволите, я присяду Да, да В последнее время я много молюсь А мои колени Они не моложе меня Вы англичанка? Нет, американка Американка? А знаете, дорогая, у меня особое отношение к Америке Мой муж получил туда первое назначение после нашей свадьбы Правда? Более того, мы поехали в Вашингтон в свадебное путешествие У Вас чудесный дом Спасибо Я бы осталась здесь навсегда Вы для этого слишком молоды Здесь хорошо вспоминать прошлое А Вам еще нужно накапливать воспоминания Хотите зайти в часовню? А можно? А ты там когда в последний раз бывал, Мишель? Дай подумать Когда был с Лужкой Да Да Тогда тоже зайди Вреда не будет А я приготовлю чай Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Никогда не видела таких ярких цветов Они такие живые Да Даже трава здесь кажется зеленее Душно Здесь совсем нет ветра Кто ухаживает за садом? Один старик А вот и он У него родилось трое детей, пока меня не было Эмиль говорит, растениям нужен уход Поэтому у него семь дочерей Семь? Прошу меня простить Я хочу навестить остальных Чай скоро будет готов Вам помочь? Спасибо, дорогая Где у вас чашки? Вон там Я сама Спасибо Очень жаль, но я рассчитала прислугу Пришлось сократить расходы Видите ли, я планировала умереть 75 А сейчас мне уже 77 Раз уж я не умираю Приходится экономить Нравится? Да, очень А кто написал? Мишель Мишель? Мишель? Он написал ее для меня Боже мой Он очень талантлив Извините Откуда мне было знать? К несчастью, он еще и очень критичен к себе Из-за этого он не сделал ничего серьезного Какая жалость Кроме того, Мишель слишком занят С жизнью Да, спасибо Ему все дается слишком легко И его вечно отвлекают вещи, которые он еще не пробовал Места, в которых он еще не бывал Девушки, с которыми он еще не знаком Могу вам признаться, дорогая Что я за него беспокоюсь Почему? Боюсь, однажды жизнь предъявит Мишелю счет И ему будет очень трудно его оплатить Но когда я вижу его с вами Мне становится лучше Не понимаю Скоро он женится, остепенится Вы не можете представить его в тапочках и с трубкой? Нет Между помолвкой и алтарем долгий путь А на борту всякое может случиться Поверьте, дорогая Мишель не настолько плох, чтобы хорошая женщина не смогла его исправить Итак, я видел всю семью Эмиля Семь дочерей Я поздравил его и мило поболтал с его женой А вы тут как девочки? Лучше не бывает Говорила наверняка она Она рассказала, что в детстве, если что-то было не по-вашему, вы бросались на пол и закатывали истерику А вы что сказали? Что больше вы так не делаете Сегодня, если что-то идет не по-вашему, вы просто смущаетесь О чем вы тут говорили? Похоже, вы от меня что-то скрываете Боюсь, нам пора идти Мишель Слышишь? Но сначала, Жану, ты должна сыграть нам на рояле Нет Она была отличной пианисткой Пожалуйста Она обязательно нам сыграет Мишель, посмотри на мои руки Учтите, вы сами меня попросили Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не люблю корабельные гудки Я знаю, знаю Вот Накиньте шаль Спасибо Какая красивая Вам нравится? Очень Когда-нибудь я оставлю ее вам Дальше я не пойду Здесь граница моего маленького мира Это идеальный мир Спасибо, что разрешили мне побывать в ней Прощайте Храни вас Бог Жану Я очень скоро приеду тебя навестить Честное слово И писать буду очень часто Вот увидишь Пиши До свидания Пока, Жану Субтитры создавал DimaTorzok Шторм начинается Неужели вас это пугает? Хочу поблагодарить вас за чудесный вечер А я вас Сегодня был самый прекрасный день в моей жизни Вы были очень милы с моей бабушкой Я успела ее полюбить Она вас тоже Спокойной ночи Спокойной ночи Мы движемся в опасном направлении Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Если вы спросите, о чем я думал, я прыгну за борт Я думал, вы легли Какой смысл? Я не могу заснуть Я тоже Только и делаю, что кручусь, верчусь Думать А что еще делать, когда не спится? Скорее, мечтаю Мой отец говорил Мечты Это сны, которые мы видим наяву Ваш отец? Он много пил Однажды я написал песню о мечтах Хорошую песню Неужели? Ну, по-моему Неплохую Знаете, когда-нибудь я выучу ваш язык И тоже буду над вами подшучивать Простите Какие в ней слова? Примерно такие Если очень сильно захотеть умом И пожелать что-то всем сердцем И очень долго об этом мечтать Ты получишь это на Рождество? Да Утро мы будем в Нью-Йорке Он будет вас встречать? Анна Если нам есть что сказать Надо говорить сейчас Да Знаете, я никогда в жизни не работал Я не работал никогда в жизни Я уже думала об этом Что вы сказали? Ничего Сказали Вы сказали, что очень любите дорогие вещи Меха, драгоценности и все такое Я так сказал? Думаю, мы оба так или иначе привыкли купаться в розовом шампанском Сложно будет перейти на светлое пиво? Да, но... Знаю Оно портит фигуру Мой отец говорил Забавно Но то, что нам нравится Чаще всего либо незаконно Либо аморально Либо слишком калорийно Я же говорю, он перерыв как сапожник Интересно, что бы ваш отец сказал обо мне Никогда не работал Ни разу Ну Это еще не значит Что я не смогу? Конечно, нет Но сразу этого не поймешь Надо биться не меньше полугода, чтобы выяснить Что? Трудно сказать Глупо просить вас так рисковать, но Если я буду работать много и долго И если мои мечты осуществятся Где вы будете? Что вы хотите этим сказать, Мишель? Я хочу сказать Мне нужно полгода, чтобы понять Имею ли я право сказать вам то, что чувствую Какой же вы милый Я пойду к себе Покручусь, поверчусь Я обдумаю ваши слова и дам вам ответ утром Вы идете? Нет Я еще немного погуляю Для такой девушки, как я, это очень серьезный шаг Да, я знаю Вы любите детей? Да, очень Я так волновался Простите, я не знала, что мы уже прибыли Даже одеться толком не успела Послушайте Если все будет хорошо, у нас обоих Через полгода Да В июле В июле А я все написала Прочтите внимательно, чтобы не ошибиться Дорогой Это я? 1 июля В 5 часов 102 этаж Empire State Building Да Вон оно Это самая высокая здакия в мире Не потеряйте В Нью-Йорке оно ближе всего к небу Поднимайтесь на лифте Что ж До встречи Берегите себя Берегите себя ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Майкл! Я так рад тебя видеть Я тебя тоже, хорошо добрался Да, очень хорошо Мишка, поцелуй для газеты, пожалуйста Спасибо, еще один снимок, пожалуйста Да Чудесно И еще один, мисс Кларк, еще один Вот так, хорошо? Да, замечательно, мисс Кларк Спасибо Простите, я тороплюсь Извините, у меня деловая встреча Майкл, я так рада, что ты вернулся Нет, нет, достаточно Где твой багаж? Как хорошо, что ты вернулась Не штормила? Ну, море никогда не бывает спокойным Разрешите пройти Извините Я так соскучился, дорогая Да, я тоже, да Свадьба морной и богатой наследницы отменяется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ваши чемоданы прибыли, где ключи? Не разбирай вещи они Я переезжаю Филадельфия Желаю удачи Спасибо Надеюсь, вы будете у нас работать Я вами очень доволен Но я уже говорил Я помню Решаете не вы, а посетители Вот именно Пойте, а потом поговорим Я не могу вас подвезти Вы же на меня рассчитываете Совершенно верно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Представьте, что ты рад, мой сердце Although ты рад, мой сердце Он не должен знать Remember, love is not an easy game None true hearts ever beat Quite the same Go on and dance, my heart This is romance, my heart So keep pretending Do not despair, my heart We still may share, my heart That hath the ending If it's not to be If it's not to be We still shall see And if it's not to be No power on earth Can make it so You'll know You'll know He'll know Go on and In my heart Or if you see He'll never Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу заключить долгосрочный контракт На полгода? Это недолгий срок Очень долгий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю Не знаю Дом наполовину пуст У меня ревматизм А муж бросил меня с пятью детьми И все они стыдятся меня Не знаю Сочувствую вам Не надо мне сочувствовать Радуйтесь У вас нет друга У вас нет друга Вы не выходите замуж А если вы не выйдете замуж Ваши дети Не будут вас стыдиться Спокойной ночи Не читайте, да познайте Вредно для зрения И не думайте о плохом Знаете Я много шучу о замужестве Но вам оно может пойти на пользу Если вы встретите хорошего человека Правда, не знаю, где вы его найдете Только не выходите за негодяя, как я Выходите лучше за богача Возможно, поначалу вы не будете его любить Но этому можно научиться, выполняя шесть простых упражнений Только не выходите за негодяя Январь, февраль Я надеялся, им хоть что-то понравится Что ж, раз картины не продаются Придется искать работу Я бы не стал отказываться от живописи Я и не собираюсь Я больше ничего не умею Но зарабатывать-то надо Конечно, конечно А чтобы зарабатывать, я должен что-то есть На голодный желудок много не заработаешь Мишель Мишель У меня хорошая новость Что? Я продал одну Какую? Женщину Я получил за нее сто долларов Чего ты так радуешься? Я художник Я тоже Но я этому не рад Июнь Первое июля Мисс Маккей, дорогая Моя любимая покупательница С возвращением Спасибо, хорошо вы идите Спасибо, стараюсь Где вы были все это время? Далеко Мы без вас скучали Я тоже мисс Лейн Мисс Лейн Мне нужно очень красивое платье Простое Но неотразимое Понимаю Мисс Блэр, смотрите, кто пришел Мисс Маккей Мы как раз говорили о вас И вот вы здесь Ну, надо же Мисс Маккей у нас И я хотела спросить Мисс Маккей? Дайте ей все, что она захочет Только задержите до моего приезда Пусть кредит вас не беспокоит Да, именно об этом я и хотела спросить Я рада, что вы меня поняли, мистер Брэдли Большое спасибо Думаю, вам пойдет и то, и другое Прошу прощения Куда прислать покупки? Я еще не знаю Как только узнаю, я дам вам знать, хорошо? Но разве вы не... Нет, я понимаю Нет, нет Нет До свидания, мисс Маккей Приходите еще Мы всегда рады вас видеть Спасибо, до свидания, мисс Лэйн Терри Кен, что ты тут делаешь? Как ты узнал, что я здесь? Понимаю Который час, Кен? Без пяти пять Опаздываю, рада была тебя видеть Я столько должен тебе рассказать Давай сходим куда-нибудь Я тороплюсь Но мы так давно не виделись Позвони мне как-нибудь Нет, нет, не получится, когда я выйду за... Так ты... Да, Кен, я опаздываю Который час? Без четырех пять Похоже, я приехал только для того, чтобы сказать тебе сколько времени Да До свидания, Кен До свидания Удачи Спасибо, Кен Я совсем запуталась Думала мне в ту сторону, а мне совсем в другую Будет быстрее, если я выйду здесь Возьмите Спасибо Куда спешите? Я выхожу замуж И хочу, чтобы вы первым меня поздравили Большое спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Едете вниз? Нет Едете вниз? Нет Который час? Десять минут шестого Десять минут шестого Десять минут шестого Едете вниз? Да Доктор Доктор, что скажете? Пока мне нечем вас утешить Трудно сказать, будет ли она снова ходить Это станет ясно месяцев через шесть Вы тот, кого она звала под наркозом? Нет, это другой человек Она собиралась за него замуж Ему сообщили? Нет, она не хочет Пока не узнает То, что, как вы сказали, будет известно только через полгода Она так решила Разумно Хорошая девушка Согласен Прошу прощения Мы даже не знали, будете ли вы сегодня с нами Святой отец Я должна пою в чем вам признаться Да Он уже объяснил Тогда вы знаете Что я собиралась замуж Я поклялась Что отныне буду хорошей девочкой И тут меня сбили Прямо на пересечении Сорок третьей и пятой авене Никто в этом не виноват Только я сама У меня была назначена встреча Высоко наверху Я не хотела заставлять его ждать Это было бы прекрасно Замужество Дети Простите, святой отец Я немного слаба Я совсем ничего не делаю Мишель Марне отплывает на Мадейру Субтитры создавал DimaTorzok 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 Месье Мишель, она просила меня послать вам это Я как раз сегодня собирался на почту Она сказала, что это для той дамы, что была здесь с вами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СИРОТСКИЙ ПРИЮТ СИРОТСКИЙ ПРИЮТ Слова вы учили? Конечно! Я всё утро учила! И рубашку глядела! Хватит! Давайте лучше попробуем спеть Я тоже репетировала Слушайте музыку Раз, два... Мечты осуществятся Только не сдавайся Продолжай мечтать Мечтатели знают, что мечты сбываются Мечты это сны Что мы видим наяву Это не ошибка И желание Все мечты мы мечтаем Когда мы уйдем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ты уверен В твоем сердце ПЕСНЯ Если хочешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Должен сказать, вы выросли как художник, мой друг. Или вы выросли как дилер. Полгода упорной работы. Я рад, что вы не теряли времени. Я продал все, кроме этой. Я убрал ее из витрины, когда вы мне позвонили. Спасибо. Это ваша лучшая картина. Да, я и сам ее не стыжусь. Значит, вы не хотите ее продавать? Нет, продавать не хочу. Я не прочь от нее избавиться, но не хочу брать за нее деньги. Я думал, вы ей дорожите, потому что залечиваете сердечную рану. Нет, нет, сердечные раны не для меня. Мы сами строим свою жизнь. Отныне я оставляю свою печаль там, где я ее нашел. Что ж, до скорой встречи. До свидания. С Рождеством и вас с Рождеством, друг мой. Одиннадцать дней до Рождества. Канун Рождества. Майкл, я услышала, что ты в городе и решила позвонить. Тебя так долго не было. Я думала о тебе утром, днем, вечером и в промежутках между ними. Что? Я знаю, что ты занят. Но в театр-то мы можем вместе сходить. Я оставлю тебе билет в гостинице. Куда теперь? Не знаю, Майкл. Это тебе решать. В конце концов, это твой вечер. Я уже забыл, куда здесь ходят. Я же только что вернулся. Здравствуйте. Добрый вечер. Давай я ему скажу. Нет. Я его догоню. Нет. Странно. Ты впервые куда-то выбралась, и тут же встретила его. И не смогла сказать ничего, кроме... Здравствуйте. Сказка кончилась. Принц нашел свою принцессу. Пойдем домой. Это ужасно, ехать домой, когда все развлекаются. Еще раз спрашиваю. Почему ты не хочешь, чтобы я тебе помог? Объясняю еще раз. Если я не поправлюсь, ему это не понравится. А значит, и мне не понравится. А если поправлюсь, и мы будем вместе, это не понравится тебе. Все равно он должен знать. Нет. Если он узнает, он захочет что-то предпринять. А если я не поправлюсь, ему это не понравится, мне это не понравится, тебе не понравится. Это будет ужасно. Нет. Вот если я когда-нибудь смогу ходить, а лучше бегать, он все узнает. У меня есть работа, деньги. У меня все в порядке. Я хорошая девочка. Может, я получу подарок на Рождество. Спасибо, Лоис. Ты точно не хочешь поехать с нами? Я что-то так рано. Нет, я пойду домой. В другой раз. С Рождеством. Все-таки не зря я пригласила тебя в театр. Правда, Майкл? Да. Веселого Рождества, Лоис. Веселого Рождества, Майкл. Спасибо. Веселого Рождества, Майкл. Да. Мне бы твои проблемы. Посмотри на меня. Я живу на 186-й улице, а меня не пускают в метро. Доброе утро. Доброе утро. Она неважно себя чувствует. Мне очень жаль. Но она хочет вас видеть. Проходите. Спасибо. С Рождеством. Спасибо. С Рождеством. Доброе утро. Доброе утро, мисс Маккей. Здравствуйте. У меня для вас плохие новости. Доктор говорит, мне нельзя выходить. Доктор, я вернусь через два часа. Это рождественские концерты. Это первое выступление. Это моя команда. Она наш тренер. Док. Доктор. Доктор. Вы хотите, чтобы ей стало хуже? Нет. Вам не очень-то и нужен рояль. Спойте разок для меня. Пусть кто-нибудь возьмет ноту ля. В самом начале, чтобы все попали в нужную тональность. Ты сможешь, Эл? Конечно. Давай. Вот, видите? Готовы? Раз. Два. А где Джейн? Она охрипла. Теперь не может выйти на сцену. Иди сюда, дорогая. А платье какое красивое. Здравствуйте, мисс Маккей. Хочешь вытянуть сцену? Тогда не бойся. Выходи вместе со всеми и делай вид, что поешь. Протворяйся. Вот так. И никто ничего не заметит. Спасибо, мисс Маккей. Пожалуйста. Давай. Запевала ноту. Раз. Два. Только не очень громко, наверху ребенок. Раз. Два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично. Замечательно. Я вам не нужна. Идите. Идите и завоюйте приз для Уошингтон-Хайтс. До свидания, мисс Маккей, с Рождеством. До свидания. Удачи. Веселого Рождества. Счастливо. Веселого Рождества. Веселого Рождества. Веселого Рождества, малышка. Веселого Рождества. Не очень веселое у вас Рождество. Да. Да. Вам удобно? Да, все хорошо. Если что-то понадобится, зовите. Хорошо. Мишель? Здравствуйте. Как поживаете? Я так рада вас видеть. Да. Я вас тоже. Вы здоровы? Да, конечно. Просто отдыхаю. Давно не виделись. Да. Да, давно. Я рада вас видеть. Вы уже говорили. Можно? Присаживайтесь. Я на минутку. Я вам не помешал? Вы, наверное, думаете, как я сюда попал. Я искал в телефонной книге человека по имени Макбрайт. И вдруг увидел Терри Маккей. Я спросил себя, неужели это та самая Терри Маккей, моя старая подруга? Оказалось, та самая. Да. Тогда я сказал себе, что я не очень красиво поступил с мисс Маккей. Она назначила мне встречу. А я не пришел. Нехорошо так поступать со старыми друзьями. Правда? Да. Тогда я сказал себе, что я должен извиниться. И вот я здесь. Вы очень любезны. Я тоже так думаю. Я часто думала о вас. Как у вас дела? В самом деле, я тоже думал о вас. Вы разозлились, когда я не пришел. А вы как думаете? Должно быть, поначалу злились. Да. Я так и думал. Поначалу я была в ярости. Я думала, как он мог так со мной поступить. Кем он себя возомнил? И сколько вы... Вы долго ждали? Ну, я ждала примерно до... До полуночи. А что вы сделали потом? Потом я по-настоящему разозлилась. Представьте себе, наверху... В грозу? Да. И что вы себе тогда сказали? Тогда я решила пойти домой и напиться. Вы этого не сделали? Нет. Ну, разве что капельку, чтобы немного согреться. Вы меня осуждаете? Ни в коем случае. Я мог бы, по крайней мере, послать вам записку. Может быть, вы думали об этом, но не знали, где меня найти. Но вы поклялись, что спросите меня, если мы снова когда-нибудь увидимся. Нет? Нет. Я помню наш уговор. Если мы сможем, мы обязательно будем там. А если один из нас не придет, на это будет чертовски вязкая причина. Например? И другой не должен о ней спрашиваться. Вопросы. Жизнь должна бить ключом, бурлить и пениться, как розовое шампанское. И не нужно задавать вопросов. Вы согласны? Сигарету. Спасибо. Вам спасибо. Представляете, я шел сюда пешком, 10 кварталов. И даже не могу спросить, почему вы не пришли. Вы уже поняли, что я там был. Это несправедливо. Я знаю. Не знаю, почему, но когда я с вами... Вы никого не ждете? Нет. Я подумал, когда увидел вас... Вчера в театре? Нет, он... Нет. Я не хотел вас обидеть. Как ваши дела, Мишель? А вам, значит, можно задавать вопросы? Да. Я думал, все хорошо, пока не встретил вас. Тогда я понял, что между нами что-то есть. Пусть даже совсем чуть-чуть. Поэтому я купил билет. Уезжайте. Да. Сегодня. Вы счастливы? А вы? Не знаю. Будущее меня немного пугает. Что обо мне будут говорить? Вот идет сумасшедший художник. Он явно не в себе, а ведь он не любит женщин. Он с ними даже не разговаривает? Ну, почему же? Он плавает по морям и океанам, и каждую новую знакомую спрашивает, где вы будете через полгода? Где угодно. Где угодно. На Эфелевой башне, среди пирамид. Где угодно. В ожидании. А он? Где будет он? В ожидании. Вы хотите сменить тему? С Рождеством. Да, я совсем забыл. Полгода назад, кто бы мог подумать, что мы вместе встретим Рождество. Кстати, я принес вам подарок. Подарок? А мне нечего вам подарить. Вы же не знали, что я приду? Правда, это не совсем рождественский подарок. Так вот, почему мои письма приходили назад. Она хотела оставить ее вам. Помните? Конечно, помню. Я бы прислал ее вам, но я до сегодняшнего дня не знал ваш адрес. Прощайте, Терри. До свидания, Мишель. А знаете, я написал ваш портрет в этой шале. Жаль, вы его не видели. Кобер, мой дилер, говорит, что это самая моя лучшая работа. Я хотел оставить ее себе, но для этого уже не было причин. Однажды в галерею пришла девушка, которой он очень понравился. Кобер сообщил об этом мне, и я разрешил ему отдать ей портрет. У нее не было денег. Мало того, он сказал, что она не могла... Он сказал... Он сказал... Да. В общем, он отдал портрет ей. Да. Она не могла его купить. Приближалось Рождество. А вы меня знаете, я такой мягкосердечный. А во сколько уходит ваш корабль? Корабль? КОНЕЦ КОНЕЦ Почему вы мне не сказали? Дорогой. Если с кем-то из нас должно было что-то случиться, то почему с вами? Не смотрите на меня так. В этом никто не виноват. Только я сама. Я смотрела наверх. На 102 этаж. Там было ближе всего к небу. Понимаете? Вы были там. Не бойтесь. Нам не нужно чудо. Если вы можете рисовать, а я смогу ходить. Возможно, все. Вы согласны? Конец. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok